ДНРовского терроризма. Кстати, хочу сказать, я был ведь первым военком в ДНР. Когда я приехал в Славянск, и мне выдали Валю подписанное удостоверение, и Эльдар мне говорит, что написать. Ну, люди пишут там, стрелок, сквозист. Я написал, военный корреспондент. И все потом, и Сережа Каренченков, мой друг, да, и поэтому они писали, военный корреспондент. Но я был первый, кто был военком. И я говорю, что очень важна это, для меня была важна связь с той войной, что там Симонов был военкором, что военкор это тот же политрук, который, если нужно, он выводит из окружения людей. Как помните, солдатами не рождаются. Да, конечно. Что мы возродили, мы погорели, я тоже об этом писал, говорил, в Чечне, в других наших историях. Мы погорели, мы проиграли эти воины информационные, потому что был бардак. Как самолет, Боинг, только упал, мы через два часа Сереже и Панеченкова с ним приехали на место. Там уже французы, и французская журналистка, она не знает, что я... Она приехала, машина только подъехала, она выходит из нее, оператор перед ней уже бежит назад, она идет, она не видела ничего, она ни глаз, ни взгляда не бросила миром. Она тут же начинает по-французски рассказывать, что вот сепаратисты уже все инсценировали к нашему бреду, они все приготовили, конечно, и все, и начинает нести полный бред. Я ее останавливаю, говорю, что вас через секунду здесь не будет, что вы несете, оглянитесь, вы же не видели ничего. Уже вот эти сценарии, тоже было в Славянске, приезжают журналисты, да, на два часа. Я говорю, ребята, у вас шанс, я здесь, я вам сейчас покажу то, что вам никто, вы за два часа не покажете. Покажу людей, с которыми мне уже говорили, покажу... Они меня смотрят, как на идиота, и говорят, спасибо, что я возьму ваш телефон. И я понимаю, что ни я им не нужен. Ну, естественно, они работают. И у них уже все заготовлено, им нужна только картинка, чтобы подтвердить, что это с места. А рассказ будет дальше об ужасах, которые там и ополченцы. Ну, по лету, да. Вот поэтому близко подпускать таких пресс-конференций в Донецке, да, но не больше. Поэтому очень важен вот этот нормальный, нормальных военкоров, профессиональных. Не то, что сейчас пошли, я когтейзу не открою, военкоры. Я звоню им туда, ребята, откуда вы их берете? Только ленивые сейчас не называете, военкоры. Ну, извините, я так многое освою. Но это важные истории. Не, ну, это понятно. Ну, что вам сказать. Пока мне вас порадовать нечем. Единственное, что я хотел бы, вот для чего, собственно, я прибыл, это вручить вам награду. Вот, к сожалению, у меня нет удостоверения для того, чтобы... Нет, сейчас не могу ничего подписывать. Нет, я отдаю вам. А пока у них нету, это моя медаль, собственно, 0-0-1 за оборону Павелского. А вот, когда будет, поздравляю вас с наградой. Я хочу... Это, вы знаете, я вам сейчас скажу, ну, сейчас это не... Это мой, может быть, сейчас самый, ну, счастливый день, вот, за много, много лет. Вот, и то, что... Это награда, и то, что... Вы знаете, помните, я как написал в этой статье, что Славянск, это для нас очень важная история. Что и этимологически вот Славянск, да, что и исторически, и то, что... Ну, в общем, это... Я, я действительно, как говорится, я вам желаю всем скорейшего выздоровления. Я тоже надеюсь, как и вы, на то, что мы обязательно вернемся. То есть, что мы все-таки будем наступать, и все-таки мы выиграем эту войну, войну, которую мы защищаем Россию. Я убежден, вы знаете, помните, я полностью, всем, чем могу, я с гордостью буду нести звание, которое мне присвоил еще Герасченко, поэта ДНРовского терроризма, новороссийского терроризма. Спасибо. Я действительно приехал не потому, что вы там пропиаривались, как это... Да что вы! Я приехал, мне Данил сказал, я понял, что надо съездить, надо вас посетить просто. Знаете... Вообще, я не хотел вот этих всех фотографий, но раз уж... Извините, я не знала, я каждый день делала, я могу? Это что вы, это же надо, а не это тоже. Да, да. Я вообще, знаете, текст мне сейчас прислал только что, Данил, я наш парень, я написал перед тем, как попал в плен, да, сейчас, и...